Приветствую вас. То, что вы описываете, вот, то состояние, которое вы описываете, очень похоже на состояние апатии. Состояние апатии это состояние, когда, как и скука, вот скука апатии, это очень схожее состояние. Апатия только больше еще с негативным уклоном, как у вас. Это состояние, при котором человек подавляет свои желания и свои чувства. Апатия в большей степени скука, в меньшей, но, так или иначе, это всегда почти про подавление эмоций, про подавление своих чувств, про подавление своих желаний. Вот. И, соответственно, можно констатировать, что ваше состояние является следствием того, что вы сам подавляете свои собственные желания. Как? Благодаря тем интроектам, тем догмам, тем нормам, которые вы принимаете в себя, от значимых для вас источников. Это могут быть родители, это могут быть средства нашего интерната, это может быть ваша среда, это может быть все что угодно. Ваши кумиры и так далее. Ваши идеалы какие-то, да, представления о мире и о себе в том числе. Короче, все, что ведет к подавлению ваших чувств и эмоций, вот все, что ведет к подавлению ваших чувств и эмоций, все это создает ощущение апатистии. И соответствующие, соответствующие по первому смыслу жизни. Ведь вы же понимаете, наверное, что, чтобы человеку реализовывать какой-нибудь смысл-смысл, да, какой-то жизненный смысл-смысл, ему для этого необходимо, ему для этого необходимо видеть важность того, например, что он делает. То есть, человеку для того, чтобы реализовывать свою жизнь, ему нужно чувствовать, что это важно. А чтобы чувствовать, что это важно, ну, соответственно, необходимо позволить этому чувству быть. То есть, позволить своему чувству быть, позволить своему чувству наполнить себя. Вот. Это то, что я могу вам сказать. Работа, которую вам необходимо провести, это работа с вашими чувствами, с вашими эмоциями. Это работа по определению источника тех подавляющих тенденций, которые присутствуют в вашей психологической реальности. Вот. Возможно, вы просто не умеете работать со своими чувствами. Возможно, вы просто не отдаёте себе отчёрт в том, что вы чувствуете. И это одно. Возможно, вы находитесь в постоянном конфликте. И, кстати говоря, ещё один очень важный момент, который я упустил. Аббатия это... Ведь аббатия часто запретена в потере человека энергии. Да? Я ничего не хочу. У меня постоянная слабость. Ну, к примеру. Вот. И прочее, прочее, прочее. И вот это, вследствие от того, что вы находитесь в противоречии в конфликте. И как бы боретесь сами с собой. Вот эту борьбу тоже желательно прекратить. Но не так прекратить, что вот так просто перестань бороться и всё. А именно раскрыть то, чего хотят стороны конфликта вашего внутреннего, психологического. Вот. И раскрыв, собственно, конфликты, раскрыв конфликты, вы сможете, в общем, добротно обрести гармонию и жить куда более полноценной жизнью, чем вы живёте, к примеру, сейчас. Сейчас. Вот. Такая вот история. Поэтому, я вам, для начала, порекомендую книгу Федерико Перл за практикум по висантерапии для работы с эмоциональным интеллектом. Для начала. Вот. Она бесплатна, можете её скачать в интернете. А дальше уже посмотрим, в какую сторону вам двигаться после того, как вы выполните несколько упражнений из этой книги. Книга не считается как художественная литература. Это состоит из упражнений. Вот. Значит, упражнения вам необходимо сделать, хотя бы первые несколько. Да и дальше уже обращайтесь и нужно будет разбирать то, к чему вы придёте. Вот. В процессе выполнения упражнения. Такая вот история. Надеюсь, что это было полезно вам. Если понравился мой ответ, буду благодарен за его оценку в качестве лучшего. Я желаю вам всего самого доброго удачи и надеюсь, что ваша ситуация разрешит.